Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, сегодня хотел бы показать вам интересный бой на танке М18 Hellcat, играю я один тут и попал на карту Песчаная река. В этом бою у меня почему-то не загрузился Алинимер, я не знал какая у меня команда, тут мне еще написали чтобы я тащил, сразу я не понял, но потом догадался, что видимо команда у нас послабее чем у противников, но так и есть на самом деле, еду я в квадрат К2, место там хорошее, в принципе на Hellcat с его отличными углами вертикальной наводки, там можно пострелять. И кстати в этом бою я смог побить свой старый рекорд по опыту, набрался 2874 опыта, что для меня в принципе довольно много, чему я конечно очень рад, и старый рекорд я кстати получил на FCM, тоже бой был очень интересный, если хотите даже можете его найти где-то на канале, он есть, правда давно я его делал. Начало тут довольно спокойное, смог я всего один дамаг нанести, елки стрелял по ней голдой, просто я надеялся увидеть тут ИСов третьих, поэтому сразу зарядил голду, и потом я просто напрочь забыл, что я переключил снаряды, и в общем-то стою тут жду, вдруг ИСы третьи поедут, но понимаю, что их тут не будет, скорее всего они поехали рашить на другой фланг, и тут никого нету кроме Т29 и ИСа второго, которые едут по городу. Я понимаю, что нужно этих бравых ребят останавливать, подъезжаю поближе на удобную позицию и начинаю Т29 расстреливать в борт. Из-за того, что я кстати тут забыл переключить снаряды, я слишком много голдовых снарядов истратил, которые мне потом понадобятся сильно, и это конечно моя ошибка. Увидел я тут немного Т29 и смог нанести ей дамаг, а дальше ее добирает арта, но еще тут видно ИСа второго, союзники все дома поломали, и для меня это хорошо, отлично. Мне удалось тут пострелять по ИСу, и все. Дело в том, что правильную я позицию занял, благодаря которой в принципе неплохо подамажил. Дальше ИСа-2 все-таки прячется, но напоследок дамаг я ему смог нанести, 32-ка едет на ИСа второго, понимаю, что ему уже капец, и вижу тут новую ПТшку, борщик ее называет, и я тоже так буду называть, потому что прикольно. И пытается она спрятаться, но ее снова видно, и наношу ей второй дамаг, что очень хорошо, потому что цель приоритетная. Но ПТшка пропадает, и я понимаю, что нужно возвращаться на базу, потому что вражеские танки уже активно давят наших союзников, и нужно уже как-то готовиться к обороне своей базы. Тут еще А-43 поехал к нашей арте, но она, к счастью, справилась, сама уничтожила этого лазунчика. Я же еду на позицию для обороны своей базы, в квадрате Д-2 есть отличное место на балкончике, где можно будет пострелять по вражеским танкам, которые едут к нашей базе. Вижу я по миникарте, что в квадрате Б5 союзники, скорее всего, не справятся, потому что там несколько тяжелых танков давят, и в общем-то я понимаю, что нужно каким-то образом сейчас защищать базу, но слишком много тут тяжелых танков, и один я точно не справлюсь. Другая же группа союзников пытается атаковать вражескую базу, и тут внезапно я заметил 32-ку, и это просто отлично, потому что она сейчас у меня в простреле, плюс еще со стереотрубой я ее могу посветить, тут мне арта маякует, чтобы я ее засветил, и после засвета сразу же 32-ке прилетает неплохая плюха, и еще на гуслю, отлично. Этот тяжелый танк ставит, тут мне не везет, я ее не пробиваю, пропадает 32-ка из засвета, но я понимаю, что шевелиться нельзя, чтобы действовала стереотруба, и вот снова видно 32-ку, удается удачно посадить ее на гуслю, так как ремонт у ней долгий, можно даже ее разобрать, если с дамагом будет вести. И вот еще один выстрел остается сделать, но, к сожалению, дамаг вылетает не самый лучший, и 32-ка остается в живых. Понимаю, что с 32-кой сейчас нету смысла перестреливаться, и я просто уезжаю отсюда, потому что сейчас тут скоро будут тяжелые танки, вот по миникарте можно видеть, что они где-то на 5 были в последний раз, и сейчас, наверное, где-то тут рядом появятся. Поэтому я, конечно, отсюда вылепетываю, арта тоже не глупая попалась и меняет позицию. На хелкете ни в коем случае нельзя ввязываться в перестрелке в ближнем бою, потому что этот танк для этого не создан, с двух выстрелов меня ИС-3 уничтожат, и это будет просто конец. И вот, кстати, вернулся наш борщик на оборону базы, что очень хорошо, потому что я явно бы не потянул тут двух ИС-3, и тут сказывается то, что у меня закончились подкалиберные снаряды. В начале боя я слишком много их потратил, и сейчас против ИС-3 ББшки неэффективны, конечно же, не хватает пробития даже, чтобы в борт ИС-3 нормально пробивать. Но борщик с его пушкой, конечно, легко может уничтожить ИС-3, он там без проблем их щелкает как орешки. Мне же остается тут только по светлякам стрелять. Понимаю, что наверху мне нельзя тут находиться, потому что ИС-3, который был в последний раз на Д-4, он может по мне выстрелить. Я вообще не понял, почему вдруг противники решили тут по центру поехать с квадрата Д-4, если бы они поехали с Б-1, то они могли бы встать на захват, и тогда нам было бы гораздо сложнее. Потому что, насколько я знаю, отсюда сбить захват невозможно, но я могу ошибаться, и тогда бы нам пришлось бы ехать прямо к ним, и в ближнем бою мы могли бы вполне проиграть. Вдруг кто-то начинает брать базу, я сначала подумал, что это ИС-3, встаю, чтобы рога включились, и это оказался легкий танк, пытаюсь его высадить, но тут арта его метким выстрелом снимает. И, в общем-то, сейчас я продолжу стоять, потому что на ИС-3 в квадрате Е1 я не решился ехать, потому что на ББшках сложно будет его пробить, и надеялся я тут на борщика, что он сам справится. Хотя, конечно, я мог рискнуть и поехать как-нибудь закрутить ИС-3. Я еще рассчитывал, что ИС-3 тут сам выйдет, но он все оставался в этом месте, и я понял, что уже нужно ехать вперед, и борщик его добирает. И я понимаю в этот момент, что сейчас очень хорошо было бы зайти врагам в тыл, и нанести им уже сокрушительный удар. И они, конечно, этого ожидать не будут. Я тут решил поехать кратчайшим путем, увидел маленькую арту ФВшку, понимаю, что она меня тут не ждет, и можно будет ее сейчас легко уничтожить. И действительно, она на меня не смотрит, дамажу ей в борт, и осталось только добрать ее, она еще отстрелялась, поворачивается, ну и я ее добираю. Еду дальше, тут засвечивается еще одна арта пожарнее, даю пани-шот, сейчас предвкушаю, как я ее доберу, только начинаю сводиться, стреляю, но тут раз борщик ее впервые уничтожает. Еду за КВ-13, СС для меня просто отличная, он картонный, я его легко пробиваю, и в общем-то понимаю, что могу сейчас спокойно его по ДПМу и по ХП выиграть. Он еще к тому же промазал, и спокойно в борт я его добираю. Итак, вот результат этого боя, чуть начали с опытом я ошибся, на самом деле получил 2811 опыта, но это вполне тоже неплохо. Также получил медальку поддержка, да, медалек, конечно, не густо, но зато хорошо подамажил, целых 4489 дамага. При этом опыт чистый, без каких-либо акций, вы можете все видеть, 12 тысяч кредитов на фармил. Ну и на этом все, друзья, не забывайте ставить лайк, если бой вам понравился, и не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. И спасибо огромное, что вы смотрели, пока!